Фестиваль «Улетай» продолжается. Сегодня третий день. Мы общаемся с участником первого дня, если не ошибаюсь. Все верно. Группа «Наконечный». Привет! Здрасте. Здрасте. Как вообще впечатление открывать первый день, поступать в начале самым? Вообще, насколько это волнительно, тяжело и понравилось ли? Волнительно всегда. По-разному, как правило, смотря в прошлом году, было более волнительно, потому что мы играли на северной сцене и прямо именно открывали днем, было еще солнце. В этот раз был дождик, а мы были в белых футболках и думали, что будем выглядеть очень как-то так вызывающе, если они будут просвечиваться. Ну, слава богу, дождик закончился. Да, в целом, «Улетай» — это всегда что-то семейное, это всегда такой какой-то огромнейший праздник, не побоюсь этого слова. У нас немного, конечно, опыта фестивального, но «Улетай» — наш самый любимый для нашей группы фестиваль. И здесь всегда приятно. Я вот даже остался на три дня здесь. А мои ребята улетели в Санкт-Петербург. Прекрасно. Ну, правильно, здесь как раз-таки самое время проводить отпуск или хотя бы просто отдыхать и переключаться от всего? Стопудово. Ну, я еще чуть-чуть здесь и по работе задержался, но, тем не менее, очень рад этому, хоть и скучаю по семье. Но здесь классно, и вот солнышко уже второй день, да? Или вчера? Нет, вчера не очень было, да, согласен. Вот сегодня распогодилось, надеюсь, погода не подведет. Это да. А вот, в принципе, зависит ли выступление от погодных условий именно на опен-эрах? Или, в принципе, абсолютно одинаково в каких условиях играть, если лето берем? Честно говоря, у нас небольшой опыт с какими-то такими, ну, стихийными погодными условиями были. Вот, допустим, опять же, вот первый день, когда был дождик, мы немножко подрастроились, испугались, что пойдет что-то не так, и люди не придут послушать нас. Но люди здесь внесут внутри себя солнышко, вот, и погодные условия никак не повлияли на то, чтобы и нас послушать, вот, и мы были счастливы и рады. Поэтому, в целом, нет, если публика хорошая, а публика здесь всегда хорошая, позитивная, чудесная. С этим не поспоришь. Ну, и какие ближайшие планы у группы наконечены? Потому что видела, что в Питере достаточно много, где все равно вписывайтесь, принимайте какое-то участие. Ну, что касаемо концертных планов, мы сейчас формируем небольшой тур по городам России. Будем надеяться, что их будет больше шести, пока не буду называть, все, мы опубликуем в группе. Подписывайтесь. Да, да, и параллельно мы сейчас занялись новым альбомом, он очень интересный такой по концепции, это альбом-сказка. Можно его назвать мюзиклом, я не знаю, ну, вряд ли, наверное, а вообще, ну, мы уже давно никак не можем записать, уже как два года мы пишем альбом-сказку, который называется «Про Ивана Дурака и Лису Василису». Она в стихах, 10 песен, в общем, будет, наверное, интересно. А там будут примять участие приглашенные музыканты или вот чисто своим проектом делать все? Приглашенные музыканты будут, но я не хочу открывать, раскрывать карты сразу, чтобы было интересно, когда он выйдет. Поэтому, ну, лучше небольшую интригу, как бы, ну, придержимся. Хорошо, поэтому подписывайтесь и ждите. Спасибо за интервью. Спасибо тебе, спасибо. 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 Продолжение следует...